Мы уже неоднократно говорили о том, что результаты студии Marvel в 2023 году оказались худшими за все время существования данной киновселенной. На фоне этого появилась информация, что студия в спешном порядке стремится спасти ситуацию и в этом делает ставку на триквелы Доктора Стрэнджа и Черной Пантеры. Оба фильма во вторых своих частях относительно недавно собрали очень неплохую кассу и вот в Marvel, видимо, решили, что это отличная идея попробовать собрать денег в первую очередь на фильме Черная Пантера 3. Но вот наиболее спорный вопрос так это, что в триквеле вроде как все-таки надумали вернуть персонаж Тичалы, дабы привлечь максимальное количество аудитории, ну и, соответственно, заработать максимальное количество бабла. И вот это решение, конечно, по нраву уже далеко-далеко не всем. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, слухи о Черной Пантере 3 растут не по дням, а по часам. Кстати, этот факт, что Marvel всерьез нацелены на продвижение и расширение данной вселенной, подтверждает, например, то, что студия готовит мультсериал для Disney+, а также спин-офф Пантеры под названием «Глаза Ваканды», который уже давно находится в разработке. Райан Куглер, правда, какое-то время будет занят этими проектами, хотя многие уверены, что где-то за кулисами разрабатываются планы уже и для полноценного продолжения. А что самое интересное, все более и более активно сейчас говорят о том, что Marvel Studios крайне напуганы провалом фильма Марвелы и надеются ускорить выход третьих частей серии «Черная Пантера» и «Доктор Стрэндж». Вероятно, потому что недавно сиквелы стали хитами. Эту версию дополняет еще и намек на то, что «Вечным 2» также дан зеленый свет, что мы еще, конечно, проверим, но если вернуться к Пантере, то, скажем, первая ее часть 2018 года стала одним из лучших дебютов Marvel, заработав миллиард и 350 миллионов долларов. Ну а второй фильм, вышедший осенью 2022 года, хоть и показал более скромные результаты, но и они по нынешним меркам просто фантастические для MCU – 860 миллионов баксов в мировом прокате. Так что сейчас вполне справедливо, что Marvel хватается за данную сагу, как за спасительную соломинку. А вот что уже является куда более спорным вопросом, это то, что, как пишут многие зарубежные издания, боссы студии, а также Диснея, все-таки всерьез рассматривают решение вернуть Тичалу обратно в третью часть истории. Понятно, что многие зададут риторический вопрос, а как, собственно, это возможно, но на самом деле возможно, причем с точки зрения объяснения именно в рамках концепции Marvel это вообще проще простого. Ведь с мультивселенностью, которую внедрили уже окончательно и официально, сейчас можно объяснить вообще тупо все и делать почти что угодно. С точки зрения технических возможностей возвращения Тичалы, учитывая то, что актер, играющий эту роль Чедвик Боузман, трагически умер еще в 2020 году. Но тут тоже надо понимать, что с современным развитием технологий, в том числе и искусственного интеллекта, при желании воссоздать облик актера и даже его голос – это только дело техники. Особенно учитывая то, что Черная Пантера может быть немалую часть фильма и вовсе в маске, что еще упростит задачу. Так что чисто с технической точки зрения это реально и даже более чем. Тут скорее вопрос больше нравственный и этический, ведь если кто забыл, после внезапной смерти Боузмана в Marvel столкнулись с дилеммой, а что, собственно, делать с сиквелом Черной Пантеры, который на тот момент, во второй половине 2022 года, уже был в активной разработке. И тогда часть топов были за то, чтобы вернуть персонажа Боузмана без Боузмана. Напирая, мол, такой ход сможет привести максимальное количество людей в кинотеатры. Возможно, они в самом деле были правы, но тогда самообщественность, несмотря на определенные разногласия, все-таки в массе своей выступила против того, чтобы искусственно создавать недавно умершего актера при помощи цифровых технологий. Так что в итоге, после долгих раздумий и взвешиваний всех «за» и «против», в Marvel все-таки решили не рисковать и просто сосредоточить историю сиквела вокруг Шури в исполнении Летиши Райт. Теперь же, если верить множественным сообщениям прессы, вопрос возвращения персонажа Боузмана вновь стоит на повестке дня, максимально остро. И еще более остро, чем когда бы то ни было, ведь многие в Disney и Marvel уверены, что такой вот камбэк смог бы принести максимальное количество денег, как это случилось, например, с «Нет пути домой». А поскольку в MCU в данное время нешуточные проблемы, именно вопрос бабла для студии теперь ключевой. При этом, правда, часть людей выступает категорически против, говоря, что это довольно-таки кощунственно и попахивает эксплуатацией любимого актера даже после его смерти, просто ради наживы. Какое при этом решение примет Marvel или теперь, возможно, уже даже скорее Дисней, если Кевин Файги в самом деле лишился немалой части своего, так сказать, суверенитета? Это пока что главный и открытый вопрос. Так что предлагаю обсудить его в комментариях, пишите, что вы думаете обо всей этой ситуации, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, ну и, конечно, подписывайтесь на нашу телегу по ссылке под видео. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.